Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след, и которыми хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи из интересной книги». Сегодня у нас в гостях человека, которым наверняка слышал каждый, кто хоть раз задумывался о личной финансовой состоятельности или попытках инвестирования свободных средств, Роберт Киасаки. Его книжка «Богатый папа, бедный папа. Чему учат детей богатые родители и не учат бедные?» Сразу субъективно скажу, что ощущения от прочтения книги очень смешанные. Во-первых, благодаря тому, что сам Роберт Киасаки личность достаточно неоднозначная и, не побоюсь этого слова, одиозная. Ну, например, в 1974 году, будучи участником корпуса морской пехоты, он увольняется для того, чтобы поработать в корпорации «Ксерокс» обычным простым торговым агентом. И, проработав там три года, решает, что он больше не хочет быть наемным работником, а хочет производить и продавать водонепроницаемые бумажники серфингиста. Прогорает. Потом, в 80-х годах, прогорает еще с одним каким-то крупным бизнесом, о котором история как бы умалчивает, но мемуары самого Киасаки говорят о том, что он в это время был очень подавлен, считал себя неудачником и описывал свое состояние как крах всего. И вот уже буквально через несколько лет он основывает компанию Rich Dad Company, перед этим пишет книгу «Богатый папа, бедный папа» и учит всех, как нужно правильно заниматься бизнесом, инвестировать и развивать свое бизнес-образование. Понимаете, да? Кстати, игра Cashflow, в которую тоже, возможно, играли многие из вас, это его детище. Вслед за «Богатым папой, бедным папой» он выпустил эту игру и, в общем-то, внедрил ее в процедуру своего бизнес-обучения. Мне вот на этапе еще, когда я знакомился с его биографией, вспомнилась почему-то поговорка о том, что тот, кто умеет зарабатывать деньги, он их зарабатывает, тот, кто не умеет, он учит, как это делать. Сейчас, ну, полноте с этим, сейчас попробуем разобраться именно в самой книге. Делать мы это будем с привычным, я надеюсь, нашим постоянным слушателем, звуком. Вместе с Робертом Киасаки к нам в гости заходит розовая барон-дориньяк. Сто процентная сера – это фруктовые и малиновые интонации, это нотки клубники, возможно, даже чуть-чуть фиалки. Идеально подходит к фруктам, к морепродуктам и, благодаря легкой терпкости, к текущей жаре и к тому, чтобы помочь нам разобраться с богатым папой и бедным папой. Вступление подзатянулось немножко, но личность достаточно интересная, поэтому я вот хотел, чтобы вы знали основные моменты про его биографию и про то, что, в общем-то, ну, сейчас все поймете. Значит, впервые книга «Богатый папа, бедный папа» была напечатана в 97-м году. Она переиздается, это бестселлер, общепризнанный среди деловой литературы, среди представителей бизнеса, среди инвесторов, и очень хорошая книга по личностному росту, как ее оценивают критики. Официально продана 26 миллионов, но, учитывая вот эту бешеную популярность и вероятность того, что ее читают также люди, которые не покупали эту книгу в электронном виде или передают книгу из рук в руки, то не менее 50 миллионов людей ознакомились с этой книгой. Это, в общем-то, сопоставимо с населением одного-двух крупных европейских государств. Что же такого описал Киосаки в этой своей книге, что так будоражит умы людей? То, в каком режиме сейчас живете вы, по мнению Роберта Киосаки, это крысиные гонки. Живете от момента выплаты вам зарплаты до момента следующей выплаты и распихивания этих денег по разным необходимым строкам финансирования в вашей жизнедеятельности. Аренда, еда, одежда, какие-то развлечения и так дальше. Единственный способ, по мнению Киосаки, выбраться из вот этого порочного круга крысиных гонок – это правильно инвестировать. Он говорит о том, что сначала вы хотите купить машину, откладывайте на нее деньги. Как только покупаете машину, вы решаете купить дом, откладываете на него дом. Дальше нужно отложить на учебу детям, позже вам нужно подумать о том, чтобы отложить денег на лечение и, возможно, на отдых. Такая норма жизни, она присуща большинству людей. Киосаки их немудрство и лукаво обзывают финансово неграмотными людьми и говорит о том, что если вы хотите получать какие-то блага, нужно инвестировать деньги не в вот эти вот вещи, там, машины, дом и так далее, что он называет это пассивами, а в свое будущее и бизнес. Иначе вам останется только вкалывать, если у вас нет никаких собственных источников дохода. Примета времени заключается в том, что богатые богатеют, а бедные становятся беднее. Средний класс как таковой размывается. В книге, у нас, по-моему, не было еще и обзора этой книги, но она обязательно будет, «Микротренды» говорится о том, что да, действительно, средний класс размывается, и он поляризируется в одну и вторую сторону, то есть вы из среднего класса либо попадете в бедный класс, либо станете, условно, богатыми или на самом деле богатыми. Киосаки говорит о том, что бедный папа учит получать хорошее образование для того, чтобы получить достойную работу, а богатый папа говорит, что образование важно, но это не базовый фактор. «Научись обращаться с деньгами, и тогда у тебя будут свобода и успех. Научись обращаться с деньгами и получи образование, тогда ты станешь по-настоящему богат». И он несколько раз акцентирует внимание на том, что умение обращаться с личными финансами – это ключевое в современном мире, но обычные школы, как он их называет, образовательные учреждения для бедных, не учат вот этим даже элементарным правилам инвестирования. А богатые люди, наоборот, своим детям прививают умение контролировать деньги с детства, и поэтому это называется хорошей наследственностью, поэтому у второго поколения богачей сохранить и приумножить эти ресурсы, вероятность гораздо больше. Как правило, бедные работают ради того, чтобы в рамках этой крысиной гонки не выпасть и иметь возможность в назначенный день заплатить назначенную сумму людям, которые от вас этого ждут. Богатые же работают для того, чтобы созидать. До той поры, говорит Киосаки, пока вы не заставляете деньги работать на себя, вы наемный работник. Как только у вас появились деньги, которые вы можете инвестировать для того, чтобы они работали на вас, это отход от тяжелого труда и отход от отсутствия каких-либо перспектив. Откладывайте и инвестируйте. На самом деле откладывать не так сложно. Есть история со сложными процентами, если вам будет интересно, погуглите. Это то, во что превращается там каждый условно 10, 20, 50 отложенных долларов каждый месяц, через 10 лет, если они находятся все это время на депозите. Там сумма увеличивается нелинейно и очень приятная потом в итоге получается немаленькая сумма. Деньги без финансовой грамотности – это богатство, которое вскоре исчезнет. Большинство людей не понимает, что стоит, не нужно менять вообще весь жизненный уклад, нужно найти вот то небольшое количество привычек, которые загоняют вас постоянно в пассив, которые не дают вам возможности сейчас на нулевом этапе начать откладывать какие-то деньги, а на этапе номер один начать эти деньги инвестировать. И вот эти привычки найти и изменить. И все. Киосаки говорит, что этого будет достаточно для того, чтобы к концу своей жизни стать миллионером. И каждый раз, когда вы размышляете на тему, что, ну конечно же, вот там у человека из телевизора или у человека из соседнего дома через дорогу получилось, потому что у него были другие стартовые условия или у него были богатые родители, это всего лишь зависть к богатым, и это значит, что вы констатируете собственные пороки. Интересный тезис, как бы вынуждающий нас сосредоточиться исключительно на своих ощущениях, а не смотреть на людей в части зависти, но в то же время Киосаки говорит, чтобы быть успешным, нужно копировать привычки успешных людей, не завидовать им, а находить то, благодаря чему они становятся успешными, и стараться внедрить это в свою жизнь. Сира хороша, кстати, еще тем, что когда она раздышится, у нее совершенно другой аромат получается, и вкус в процессе потребления вина очень меняется. Актив и пассив. Самая, вот на мой взгляд, неоднозначная история в этой книге и запутанная. Значит, дословно он говорит о том, что все, что угодно может быть активом, и все, что угодно может быть пассивом. Найдите то, что в будущем принесет вам доход. Это, ну, кажется, да, прям вообще, вот, как здрасте. Утром встал, зубы почистил и нашел то, что приносит мне доход. В качестве примера он приводит автомобиль. То есть, например, если вы покупаете, ну, и он всегда говорит, что богатые всегда покупают активы, бедные всегда покупают пассивы. Автомобиль. Он одновременно может быть и активом, и пассивом. Если вы купили автомобиль для того, чтобы кататься на нем с семьей за город на природу по выходным, это пассив. Если вы купили условную, там, микроавтобус-газель или пирожок и возите на нем какие-то грузы или поставили его на маршрут или что-то как-то зарабатываете другим способом, то это уже становится активом. И вот самая сложная, как по мне, задача, это безошибочно угадать с определением актива или пассива в момент инвестирования. Этому должно способствовать ваши постоянные размышления о собственном бизнесе. То есть, если вы живете в парадигме того, что вы наемный работник и вы хотите хорошую машину с открытым верхом, чтобы ездить на природу, вы не будете мыслить категориями актива. Ой, да, все верно. Вы будете мыслить категориями пассивных вложений для того, чтобы обеспечить там свою текущую уровень комфорта. Но если вы постоянно думаете о том, как из условно отложенных 100 долларов сделать 200, рано или поздно вы начнете думать о своем бизнесе и начнете мыслить мерками активов. В этом же тезисе еще Киосаки говорит о том, что у большинства в момент каких-то там минимальных уже накоплений часто складывается ошибочное чувство собственной значимости. Чаще всего даже, это бывает еще даже не в момент накоплений, а когда вы окружаете себя вот этими пассивами, создаете себе зону комфорта. Ну, то есть, условно, вы ездите на хорошей машине, вы можете раз в год поехать куда-то отдыхать, у вас неплохая квартира или дом. И как только у вас отобрать вот эту вот работу, на которой вы привыкли получать аванс и зарплату, или отобрать у вас кредитный займ, то вы останетесь наедине с собственной финансовой неграмотностью и останетесь наедине со всеми пассивами, которыми вы себя окружили. И это будет началом конца. Поэтому нужно все время думать о собственном бизнесе и сокращать расходы. Одно из самых простых вообще, наверное, способов, чтобы я вынес себе в задачи, если бы они были чуточку другими, а не такими, как я сформулировал их в этот раз, то сокращение расходов – это, наверное, самый простой, быстрый и действенный способ в симбиозе с изменением привычек для того, чтобы начать откладывать какие-то деньги. Все очень просто. Для того, чтобы начать вкладывать в активы, вам нужны какие-то свободные средства. Для того, чтобы получить свободные средства, вы должны либо больше зарабатывать, либо меньше тратить. Больше зарабатывать, скорее всего, вы не сможете прямо здесь и сейчас. Поэтому каждая нецелевая трата, каждый потраченный на развлечения или ненужные вещи – рубль, доллар, гривна – она отделяет вас от богатства и приближает вас к пассиву. Ну и, конечно же, предметы роскоши. Особенно предметы роскоши в кредит – это приближение бедности. Я согласен с тем, что настоящая роскошь – это финансовая свобода. И именно поэтому финансовые свободы обладают единицы по всему миру, ну там, может быть, десятки, сотни, тысячи человек из миллиардов обладают вот той самой финансовой свободой. Финансово грамотные люди, они покупают люксовые автомобили и ювелирные украшения на последних этапах с очень большой осторожностью и просчитывая все свои возможности, когда, знаете, как там первое поколение работает, второе управляет, а третье интересуется предметами роскоши. Так вот, если вы не попадаете в третье поколение богачей, то, скорее всего, вам пока не стоит интересоваться предметами роскоши, особенно если вы делаете это в кредит. Ежедневно стремитесь увеличивать денежный поток. Вот избавление от пассивов на самом деле может происходить и на минимальном уровне, когда вы просто оглянетесь, посмотрите, что у вас происходит дома, и как много ненужных вещей вы можете там продать где-нибудь на условной доске объявлений, как бэушные, и сумма, которую вы выручите в результате, она уже будет достаточной для того, чтобы там какой-нибудь минимальный придумать себе стартовый капитал для инвестирования. На самом деле, вот одна из таких крутых мыслей, которая прочно укоренилась у меня в голове после прочтения книги, не нужно думать о том, что инвестиции это сложно или много, чтобы инвестировать надо миллион долларов. Нет, на самом деле, инвестировать можно 100, 200, 300 долларов, заставить их работать и приносить вам 5, 10, 20, 30, 50 долларов ежемесячно. И это можно делать как в пассивном режиме, так и в активном, и увеличивать эту сумму. Поэтому просто экономьте деньги для будущих инвестиционных проектов, и уже через год вы увидите, насколько недосягаемые какие-то истории оказались простыми и понятными. Ну и тоже вот все есть активом, все есть пассивом, и еще знаете, что покупать и как. Тоже вот встали, умылись, почистили зубы и сразу подумали, ха-ха, я точно знаю, как инвестировать. Не очень мне понятен этот тезис в рамках книги для людей, которые не обладают финансовой грамотностью и которые первый раз пытаются познакомиться с тем же, как же вырваться из порочного круга крысиных бегов и стать инвестором под простой вам совет. Вы знаете, пожалуйста, что покупать и как. Мне кажется, что, вот правда, инвестирование – это искусство и тяжелая повседневная работа. Поэтому ответы на вопрос, что покупать и как, они придут к вам либо с фундаментальным, каким-то классическим образованием финансовым, либо только в результате опыта. А опыт, как известно, невозможно купить, его можно только получить. Ну или купить за очень большие деньги, ваши же и потраченные. Киосаки еще раз заостряет свое внимание на том, что бедный человек на 1000 долларов купит пассивов, телевизор, украшения, развлечений. Средний класс попробует как-то все равно улучшить свои уже текущие бытовые условия, зону комфорта и часть отложит на старость, отдых или обучение детей. Богатый человек постарается вложить максимально всю эту сумму с доходом для себя. Понятно, что этот человек рискует гораздо больше, чем первые две группы, но и ставки в этой истории гораздо более высоки, чем у первых двух групп. Три задачи из книги. Да, вы знаете, что задачи я всегда записываю в букнот. Это блокнот для осознанного чтения, который позволяет структурировать мысли из 100 основных книг. Вы выписываете сначала основные факты, потом из фактов формулируете задачи, размечаете список и можете почитать на каждой странице советы по скорочтению, которые мы для вас подобрали специально в рамках нашего проекта буква.инфо. И на этом же сайте буква.инфо можно подробнее почитать про букнот. Так вот, если бы я не был так скептично настроен к самой личности Киосаки, то, конечно, я бы записал в задачи ежемесячное откладывание денег из текущего дохода своего с целью инвестировать в какие-то дополнительные направления, а не тратить их на зону комфорта. Тогда, конечно же, я добавил бы, наверное, четкое разграничение активов пассивов и добавил бы туда создание вот этого минимального первого уровня денежных активов для инвестиций с помощью того, чтобы попродавать весь ненужный хлам, который накопился. Но в мае 2006-го Киосаки выступает в какой-то телепередаче в качестве коуча-консультанта для трех человек, каждый из которых после обучения у Киосаки делает вложение в размере 1000 долларов, и все трое потеряли по 1000 долларов. Это первая задача. Тогда же, кстати, в 2006-м, по-моему, году или уже в 2007-м, Управление государственной собственности одного из штатов в Соединенных Штатах Америки выпускает чрезвычайное заявление, в котором предупреждает людей о том, что Киосаки продвигает в своих книгах и семинарах не всегда законные методы и не всегда те методы, которые гарантируют, в общем-то, финансовое благополучие. И положительный результат инвестирования. Это такая первая задача. Вторая задача – это уже в 2010-м году канадская телерадиокомпания разоблачает мошенничество со стороны компании Киосаки в Канаде. Там, значит, была такая история. Он проводил семинары и на этих семинарах говорил, что показателем его успешности является инвестирование в земельные участки, которые, в общем-то, плодородные, на них агропромышленно засевают какие-то истории. И за эту ренту, значит, и за этот заработок с агропромышленного комплекса он живет. Вот провели расследование, оказалось, что эти земельные участки бесплодные, их никто не использует, они просто стоят заброшенными. И, в общем-то, то, о чем рассказывалось на семинарах, не совсем является правдой. Ну и в «Вишенка на торте» и третья задача из книги – это 2012 год. Rich Global Limited заявляет о банкротстве. Это компания, собственно, которая проводила вот эти все образовательные ивенты, выпускала кэшфлоу, и она заявила о банкротстве, потому что они отказались заплатить, по-моему, 20 миллионов долларов другой компании маркетинговой, которая обеспечивала продвижение все эти годы, книги «Богатый папа, бедный папа». Это, по-моему, за больше, чем 20 или даже 30 выпусков рубрики «10 фактов, 3 задачи» первый раз, когда трех задач из книги не будет. Это больше похоже на такой, знаете, бульон для души. Вот вы летом на дачу собрались в гамаке полежать, возьмите с собой киосаки, чтобы чуть-чуть оставаться в тонусе. Чего-то такого, что стоило бы выписать в задачи и потом начать делать, я, наверное, к своему сожалению и, возможно, даже к стыду, пока в книге не нашел. Давайте дружить, раз уж вы досмотрели и дослушали этот выпуск до конца. Проект «Читай быстро» буква.инфо. YouTube-канал, на котором вы сейчас находитесь, на него можно подписаться, поставить колокольчик, написать коммент, коммент комменту, коммент колокольчику. Если захотите проверить скорость чтения, у нас есть такой специальный инструмент буква.инфо «Слышь рапид». Там можно ввести свое имя, пройти небольшой тест, ответить на 10 вопросов и узнать свою скорость чтения и осознанность, самое главное. Если захотите больше почитать про осознанность и больше про нее узнать, то буква.инфо.инфо.блог. Мы там размышляем о книгах, о наших букнотах и о рабочих тетрадях, которые позволят вам читать чуточку быстрее и осознаннее. Инстаграм, буква.инфо. Тоже подписывайтесь, давайте дружить. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Сера очень хорошая, ее остается в приличных еще количествах, поэтому я думаю записать еще один-два выпуска с ней вместе. Не переключайтесь, читайте книги, слушайтесь маму. Пока.